Ребята, всем добра и позитива, и сегодня мы поговорим о неприятном немножко. А конкретно мы все знаем, что наши старики, и я напомню, что стариков не бывает чужих, они все наши. И вот эта история, когда им надо сейчас сдавать на категорию языка, и до чего это все доводит. Сейчас мы сидим, общаемся с человеком в кафе, он не готов показывать свое лицо, но готов рассказать свою историю. И его мама в данный момент находится в больнице, и она пошла сдавать на экзамен. То есть пошла не на экзамен, а на категорию языка. То есть она сдавала на категорию языка, у нее случился микроинсульт, и честно говоря, он мог потерять свою маму. Вот такая история. То есть человек пошел сдавать на категорию языка и мог погибнуть. Это уже становится опасным, поэтому я считаю, такие случаи надо каждый случай обнародовать. А там уже пускай люди думают, и те подонки, которые приняли эти законы, правы они или нет, решать только вам. Итак, наша история. Твоей маме сколько лет? 72. 72 года. Она мама и папа, они оба живы-здоровы, 72 года. Они же в состоянии сдать на категорию языка сейчас? Они требуют от них сдачу на 60% в их возрасте после 70 лет. Во-первых, нужно давать больше времени на изучение. Не 2 или 3 месяца, а, например, год или 2 года. Тогда это вполне реально. Но преподносится это в таком свете, что если они сейчас не сдадут со второй попытки, допустим, и причем это платные попытки. Сколько надо заплатить, чтобы сдать на категорию старику? Ну, я точно не знаю, но я знаю, что вроде бы 120, потом дороже. А пенсия в районе 500, да? Правильно я понимаю? Нет, нет, если говорить, почему они, они, они работали в Советском Союзе, у них этот пенсионный, ну, отработанный, есть эта пенсия, она значительно выше, там, раза в два выше. Не, ну, сегодняшняя пенсия какова? Я думаю, 350, там что-то такое. То есть, условно говоря, человеку, девушке 72 года, у нее пенсия 350 евро, но я, это не точно, ну, это плюс-минус. Но 30 процентов, по сути дела, пенсии нужно отдать для того, чтобы оплатить категорию языка. Напомним, что это те люди, которые не приехали откуда-то, они всю жизнь, всю жизнь работали в Латвию и на Латвию. И почему они получили российское гражданство? Для того, чтобы быстрый выход на пенсию, и на тот момент пенсии было больше. Тогда была такая реклама, и не было никакой антирекламы о том, что этого делать не надо со стороны латвийского правительства, да? И тогда надо было раньше выйти и уже получать больше денег. И, грубо говоря, эти деньги, они оставались в Латвии. То есть, если Россия платит эти пенсии, то эти пенсии все до копейки инвестируются в Латвию. Сейчас 72 года девушке, она идет сдавать на категорию, она в состоянии сдать, но у нее волнение, правильно? Чем они вызывают? Именно после 70 лет не рекомендуется никакой стресс. В таком возрасте уже не рекомендуется что-то делать такое, кроме спокойной какой-то учебы, очень умеренной. А стрессы создает то, что если вы не следите на определенную категорию, как если бы им было, например, 50 лет, ну, это одно добавляет масла в огонь, и второе сроки, соответственно. И получается, что ситуации, когда им... Я думаю, что это все политическая игра, что их как бы запугивают, что их там выселят и все такое. Но, тем не менее, ты не можешь на это надеяться. Да, это очень большой стресс создает. Выселят их или не выселят. Ну, как им здесь жить? Если не сдадут на этот язык, значит, их заставят уехать. Тут у них 72 года. Есть друзья, есть устоявшийся определенный образ жизни. Они абсолютно свой вклад в обществу дают. Не, ну, это все понятно. Смотри, момент, когда они пришли на сдачу экзамена, был какой-нибудь психолог или дежурный медик? Все-таки там количество людей, кому 70, 80, 60, большое. Да, ты знаешь, если... Ну, я вообще учился, ну, в жизни много, и я знаю, как это надо воспринимать этот процесс. Это как бы учеба такая, нельзя стресса туда добавлять, тогда все это закрепляется. То есть, никакого психолога, конечно, нету, но я, как бы, сказал, что я пойду с ними. Вижу, что обстановка там, скажем, вроде бы спокойная, но люди очень сильно на стрессе. И даже просто доброе слово сказать, что, ребят, ну, знаете, можно пересдать, можно попросить больше времени на сдачу. Ну, им говорят, что надо сдать и все. Или да, да, нет. Я, по крайней мере, этот момент успокоил. И мне казалось, и, ну, мама сказала, что было все спокойно, вежливо. И я, ну, когда вез ее домой, я и думал, ну, все хорошо, как бы, да, будем пересдавать. И, как бы, она нормально к этому воспринимает, она училась, она там, дополнительные уроки у учителя. Но при этом на обратном пути домой у нее начинает координация движения и речь. Ну, то есть ты видишь, что у человека фактически признаки микроинсульта. Да, 100%. Видите, очень хорошо, что он поехал вместе с родителями, потратил свое время. И очень хорошо, что он быстро распознал эти позывы. То есть, если бы не было тебя, с ней бы случился микроинсульт, и мы бы потеряли время, условно говоря, и человек его не спасли. Да. И дальше получается, какая история? Предположим, я, ну, я совершенствовладею латышским языком и гражданин Латвии. Ну, если говорить про отца, который так не владеет, конечно, он с мамой. И вот они попадают в Галлизерс, и они на государственном языке еще не могут объясниться. То есть ситуация такая, что прямиком после сдачи экзамена люди окажутся в Галлизерс. Сдали экзамен. Да. Берут билетик на входе, и в этом инсультом, прединсультом состоянии они должны ждать очереди этого билетика. Еще раз, я знаю, почитал, что в этом состоянии каждая минута на счету, и если в первый час можно сделать успокоительный укол, и систему поставить, то это, ну, спасает, скажем так, мозг. Но если этого не сделать, то необратимые последствия начинаются. И, конечно, если так вот просто, ну, престарелые люди сидят в ожидании, там, час, то это самый драгоценный потерянный час. То есть человек, когда сидел уже в очереди на экзамен, ему уже становилось плохо, но он этого не осознает, а ты это распознал по заторможенной речи, по какой-то другой. То есть, смотрите, внутри, если на таких экзаменах, что логично, люди платят бешеные деньги, был бы дежурный медик или психолог, который хотя бы мог бы контролировать. Фактически эта смерть произошла бы прямо на экзаменах, если бы ты там не был. Ну, не прямо в течение часа после экзамена. И я могу сказать, что, конечно, я вижу, выходят люди престарелого возраста, то есть 70+, может быть, 65+. Они, конечно, на стрессе видно по лицу, они красные, ну, то есть уровень стресса. И если им при этом единственную поддержку, которую дают, это счет, который им надо еще экстра оплатить, вот за то, что они пришли сегодня. Вот вы получили счет. Причем этот счет от пенсии существенный. Учитывая наши энергоносители, грубо говоря, чуть ли не 30% пенсии своей надо отдать. То есть все очень, очень все перспективно. Вот вам счет, вы пересдавайте, вот вам будет еще счет, идите домой, успокаивайтесь. Сейчас ситуация такая, мама лежит в больнице, она оттуда выписывается, и ей надо повторно идти на экзамен, она же не сдала его, то есть не достаялась в очереди. Конечно, ей еще неизвестно, то есть в тот же день она попала в больницу, ей, конечно, спасли ситуацию, ей, конечно, успокоили это состояние. Но вот я сейчас думаю, ей, у нее, допустим, если 60% по каждому пункту не будет, которой она сдавала речь, или письменная, или участия, или устная, или аудирование, то тогда она не сдала. Ну и соответственно... А, она сдавала все-таки, да? Она сдавала, но сейчас она еще ждет ответ. И если ответ по каждой части не будет 60%, то она не сдала. И теперь, я думаю, если она не сдала какую-то из частей, и предстоит пересдача, и первая сдача уже такой стресс, ну, создала, я просто не знаю, что делать. А то есть сейчас фактически создается прямая угроза жизни этими экзаменами. То есть если выяснится, что она не прошла этот тест-экзамен, каким образом человека, которому фактически привели до состояния микроинсульта, второй раз подобно попадать в этот этап? А вот как работает в этом случае законодательство, ты хочешь понять? Да. Есть ли какая-то отсрочка, или убрать, или еще... Да, какой там... Потому что человек реально в больнице, его выписывают сегодня, да, так понимаю? Да, сегодня узнаем диагноз, понятно, что там будет стресс показано, все такое, ну, и нарушение речи, но сейчас состояние стабильно. Наш вопрос, может быть, нас смотрит какой-то юрист, как в этих ситуациях, ну, правильно поступать, потому что я тоже один человек ко мне обращался с очень интересной вообще ситуацией, он глухой, то есть не слышит вообще, и как он может сдавать экзамен. Ему сказали купить слуховой аппарат, а там какой-то специальный слуховой аппарат, который надо ждать какое-то количество, и, соответственно, он не может сейчас пойти на экзамены, пока он не приобретет этот слуховой аппарат, чтобы он до него дошел, чтобы он его потестил, и только потом он может сдавать на экзамен. То есть мы дошли до того, что мы человека, который не слышит, заставляем приобрести слуховой аппарат, не факт, что на этот слуховой аппарат хватает его пенсии для того, чтобы тащить его на сдачу экзамена. Мы приводим нашего человека, который должен сдать этот экзамен, он в состоянии микроинсульта уезжает в больницу, его заставляет из больницы возвращаться и пересдавать этот экзамен. Да, иначе он может быть, как они сейчас это транслируют, иначе он должен покинуть страну, если он не сдаст этот экзамен, что создает ему еще дополнительный стресс 72 года. Но для меня это шок, потому что я на самом деле понимаю, что то правительство, которое придумало эти законы, оно фактически античеловечное, и они реально убивают людей. И такие видео надо делать как можно чаще, потому что ты бы, скорее всего, промолчал бы, либо сказал каким-то своим знакомым об этом. И на этом бы все остановилось. Поэтому, если у вас есть такая ситуация, обращайтесь, я хочу это обнародовать. А если у вас есть знакомый юрист, или как помочь сейчас в этой ситуации, то есть, смотрите, 72 года человек выписывается из больницы с микроинсультом, и ему вдруг придется идти на пересдачу экзамена. Как юридически это грамотно сейчас обыграет? Вот такие у нас времена в 21 веке, и такой беспредел происходит в Ладе. Спасибо, что рассказал свою историю. Может быть, кто-то тебе ответит из юристов, как правильно было бы поступить в этой ситуации. И, может, мы все-таки начнем беспокоиться об этих глупостях, которые происходят в нашей стране, потому что получается, по сути, какая интересная ситуация. Сейчас появились политики, такие как Сасканье, как Росликов, которые делают на этом капитал. Мне так кажется, политический. То есть, все, что они делают, не борются с этим беззаконием, не пытаются его отменить, а делают вид, что они помогают сдать правильные экзамены. Соответственно, за это что-то кто-то и дозарабатывает. Насколько я понимаю, Елизавета Критцова – это гениальный человек, она очень многим помогла, но, соответственно, она и заработала на этом. Но никто не пытается изменить эту ситуацию, никто не собирает референдумы, никто не собирает подписи в отмену этих античеловеческих поправок. На сегодня все. Поделился интересной информацией.